Температура плюс 50, все как мы любим. Это фрагмент последнего видеообращения лидера группы боевиков Вагнер Евгения Пригожина, который по информации российских властей погиб в результате авиакатастрофы в Тверской области. Группа участвовала в широкомасштабном вторжении России в Украину. С этого времени официальный владелец группы Евгений Пригожин стал публичной фигурой с растущим политическим влиянием внутри России. Начав с критики действий российского Министерства обороны, Пригожин перешел к критике руководства Кремля и наибольшую известность уже на мировом уровне приобрел благодаря незавершенному походу своего вооруженного отряда на Москву 23 июня для того, чтобы, как заявлял Пригожин, навести порядок и защитить справедливость. Тогда официальным российским властям удалось договориться с Пригожиным и, несмотря на гибель нескольких пилотов, самолеты которых были сбиты боевиками Вагнера, большого кровопролития удалось избежать. Ровно через два месяца после этого, 23 августа, самолет, на борту которого предположительно был Пригожин, разбился. У лидеров Европы и Северной Америки мало сомнений насчет того, кто мог стоять за гибелью главного кремлевского наемника. В России мало что происходит, зачем бы не стоял Путин. После неудачного похода Пригожина на Москву президент России Владимир Путин перестал скрывать свою связь с группой Вагнер и лично с Пригожиным. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Несмотря на соболезнования Путина, по информации агентства Reuters, американские чиновники не исключают, что самолет Пригожина мог быть сбит ракетой «Земля-воздух». В последнее время лидер Вагнера стал главным критиком российских властей внутри страны и даже публично отрицал официальную российскую версию о причинах вторжения в Украину. Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву, потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. Власти России уже неоднократно организовывали убийства своих критиков. Впрочем, официальный Пентагон эту версию об убийстве Пригожина с помощью ракеты противовоздушной обороны России не подтверждает. По нашей первоначальной оценке, вполне вероятно, что Пригожин был убит. Мы продолжаем оценивать ситуацию. У нас нет никакой информации, которая сейчас бы могла показать, что самолет был сбит каким-либо типом ракеты класса «Земля-воздух», как об этом сообщает пресса. Мы считаем эту информацию неверной. Британская разведка считает, что всё же с высокой степенью вероятности Пригожин действительно погиб. Наша разведка предполагает, что Пригожин, скорее всего, находился в самолёте. Мы очень внимательно следим за ситуацией, работаем с нашими союзниками. Также британская разведка предполагает, что гибель Пригожина практически безусловно дестабилизирует группу «Вагнер», особенно учитывая, что на борту упавшего самолёта находились и другие, не такие публичные руководители группы. Так, российские власти сообщили и о гибели офицера российской армии в отставке Дмитрия Уткина, который осуществлял военное руководство в «Вагнере». В Еврокомиссии осторожно оценивают любую информацию, предоставленную российскими властями относительно гибели Пригожина. Мы надеемся, что это негативное влияние активности «Вагнера» по всему миру будет ограничено. Я думаю, что все знают, что она была связана не только с именем её лидера. Мы знаем, как организована группа «Вагнера», как она была связана, финансировалась и контролировалась Кремлём. Это комплексная проблема. В Еврокомиссии не сомневаются, что «Вагнер» – это проект Кремля, и он может нести угрозу независимо от того, кто им формально руководит. Ведь реальный руководитель наёмников – один. С еврочиновниками согласны и власти Польши. «Группа «Вагнера» находится под руководством Путина. Пусть каждый ответит для себя на вопрос, будет ли угроза больше или меньше. Для меня это риторический вопрос. Группа «Вагнер» находится под непосредственной опекой, непосредственным контролем Путина и его людей. Будет использоваться больше, чем раньше. Или, по крайней мере, в той же степени, как и до недавнего времени. Как инструмент провокации, шантажа, нападений и любых видов действий по срыву политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией. На протяжении многих лет своего существования группа «Вагнер» неоднократно сталкивалась с обвинениями в нарушениях прав человека и совершении военных преступлений в Африке, Сирии и Украине. Против группы были введены санкции Европейского Союза, а Соединенные Штаты Америки вводили санкции против связанных с ней лиц и объявляли ее транснациональной преступной организацией. В целом, европейские чиновники не доверяют любой информации, исходящей от Кремля, и осторожны в оценках и прогнозах возможных последствий гибели Пригожина. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя для телеканала Freedom.